да отец доброе утро у меня личный вопрос нет у меня личный вопрос просто здесь я в таком компьютере что там не не зайдешь и ну ладно давай личный вопрос понимаешь у меня это ж видел когда ты был там был священник этот он монах илья он 20 лет был монахом там значит он не обучен на слову да и вот значит он значит сейчас раскалывает пасту пасту по национальному признаку значит здесь ну у меня с грузинским языком есть проблемы да и вот он значит ну я ему доверил чтобы он исповедовал людей там я побеседовал но вот проповеди это он не говорит если лучшем случае что там почитает свелофилакта болгарского и вот значит он уже четыре значит бастует я оставляю приход значит уже четыре раза оставил приход и потом звонит людям подписывайте здесь письмо и значит подписывайте письмо чтобы мы у нас была служба только на грузинском а у нас служба идет на русском и на грузинском но в основном уже сейчас идет полностью на грузинском но молитвы вот и особенно евхаристический канон дублируется потому что там и русские тоже есть но и но и проповедь идет у нас обычно вот я это это все темы все праздники все все постоянно раскрываю народ одобряет но он вот мутит по значит национальному признаку вот вопрос канонах есть такое что если священник оставил значит да оставила служение понимаешь он исповедует потом спрашивает где отец где отец лука где отец лука я звоню ему ты более нет я не болен горит здесь и вот горит у нас чтобы было на русском потом идет жалуется патриархию там руководителю но патриархи старенький он более на секретарю доверил а секретарь говорит что везде есть говорит пускай евангелие на русском и на грузинском читает да и он не слушайте секретаря здесь и да ну сейчас вот есть вопрос у меня это кто у тебя отец яким вот здесь да да батюшка приветствую тебя да 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 ну вот моя проблема да но здесь вообще руководство у нас поддерживает меня да но он понимаешь бастует и вот он не пришел значит прошлое воскресенье не пришел на службу здесь я хочу чтобы мне дали на грузинском языке значит полно отделиться но я не хочу раскалывать пасту потому что они все приветствуют здесь вообще у нас ну как праздник идет служение здесь налажено служение грузины у нас по-русски поют а русские по-грузински поют ну ну в общем даже радостно что так получается здесь и вот он понимаешь таким национальным духом здесь одержим говорит я грузин и я хочу чтобы у нас только было по-грузински понимаешь да и да и ну в него ну хочет бастует пускай бастует но понимаете народ который ничего не знает ну вот вот такие да вот он пишет письма и там значит делает козни эти значит вот у меня есть такое правило что мы я понимаешь вот послушал почему звоню я прослушал твою на вот эту нашу беседу да я тоже возрывновал понимаешь и вот как раз он сегодня утром на будет служить я я это все выскажу здесь что нельзя откровенно раскалываться у тебя не по слову божию тебя осуждает твой пост будет как пост это на на усея когда они убили вот я я эти места все все возрывновал вот сейчас я хочу совета у тебя понимаешь чтобы вот есть это по канонам если самостоятельно оставил службу да или по национальному признаку раскалывается да есть канон что я зачитаю у меня номаканон есть это зачитаю и и тогда значит вот ну тему подготовлю сейчас да вот вот мой вопрос не понимаешь я только думаю что сатана никого не оставляет причины разные чтобы не было мира да 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 ну апостол павел когда был вел службу приходил там люди то были у него и евреи как они на каком языке было бог его знает только когда его уже арестовали по лестнице били он говорит заговорил с ними на еврейском языке и все замолкли это означает на родном языке конечно это приветствуется но никак не может запрещаться и на другом если там есть какие-то люди в житиях святых об этом неоднократно написано когда были и когда разделялись по национальному признаку вот так никогда в церкви это не приветствовалось нигде никогда наоборот все нации мира объединяются в день пятидесятницы а такой определенный канон да как его составить я не такого канона не знаю но хорошо но если он самостоятельно оставил службу вот здесь объявил людям что будет там богослужение будет исповедь потом не приходит уже четыре раза но епископ то есть правящий епископ то есть или нет да правящий епископ нет руководство его значит не одобряет ему руководство сказало что пускай это как было так и будет здесь да но он руководство не слушает он все время бунтует но у него проблемы там со здоровьем я уже не хочу это рассказывать вот так вот стоит во время службы вот так вот мотается и мотается и мотается настоятель то в храме кто? на ум если на ум настоятель он должен тогда да не надо он написать рапорты епископу правящему так и так то есть то есть обговорить все это и писать нет ну говорили ага так вот да нет дело в том что здесь он да уже есть ну секретарь патриарха который занимается вот такими делами он им здесь сказал говорит ты служи вместе служите вместе как служили здесь тем более мы строим храм там храм двести тридцать квадратных метров там понимаешь там наоборот соединиться там весь народ сейчас поднялся я даже не ожидал что такое такое вот что Бог благословляет все время я иду и радуюсь что в общем там большая перспектива да ну ты поговори с ним еще как по-братски ну по-братски а а вот так вот значит он на да канона нет что если человек вот священник оставил службу да вот так без причины серьезной там болезни надо смотреть намек на это есть если он оставил то у нас понятие такое о службе это он кодила положил и отошел сел и сидит ну даже в самом этом вопросе то заключается то что не евангельский вопрос то паства заброшено не знают Бога лишь бы только вот это кодила в руках кодила да да он только чин вычитать и все это чин а больше да как сейчас что ну ну говори да ну вот он чин там вычитает все да и даже слова не скажет вычитает и пошел все или квартиру осветит и даже праздник здесь что надо там все рассказать всем соврать там с детьми поговорить здесь он почитает и пошел но он понимаешь здесь так может поговорить с человеком здесь вот там исповедовать это у него есть такая положительная сторона он нужный он нужный человек и одному мне там много большое население значит мне одному трудно я хочу чтобы он остался просто если уже такого нету канона ну вот наверное отец Яким мне посоветовал смирно с ним жить но мы нашли компромисс такой что значит здесь мы вместе будем служить только одна служба будет все по грузински вы служите как по череде неделю один неделю другой или как ну мы значит нас здесь руководитель этот секретарь нам сказал что настоятель должен служить по праздникам всегда и воскресенье и все это да а он пускай в субботу служит через раз и здесь вот так вот ну и значит мы сейчас нашли компромисс что мы воскресенье будем служить только по грузински ну и все делайте так пусть он служит на грузинском а ты служи на славянском нет то только по нет я по грузински служу у меня у нас текст подготовлен и русский и по грузински мы напечатали брошюрку значит и русскую и грузинскую там одну брошюрку там дублируется здесь их теня по-русски понятно а в чем тогда разлад если ты по-грузински он по-грузински а в чем разлад то тогда дело в чем что они грузины поют очень хорошо по-русски потому что там очень простое пение да а по-грузински они не могут не могут петь нормально здесь вот я не хочу чтобы здесь вот ну ну здесь ну вот так это сближает нас а он лука то он так противник что даже он на слух не принимает славянскую речь ну видишь я видишь он 20 лет сидел в монастыре и там бунтовал ну его там из монастыря ну ладно не хочу разговаривать у него есть проблемы с психикой здесь да из монастыря его освободили здесь да и вот он 20 лет там служил по-грузински и вот он не воспринимает это дух как это не христианский дух безумный что вот так вот они будут русские да здесь тебе что трудись обращай его в веру православную да вот это это да это батюшка хороший совет да ну да какой тебе дать еще совет выгнать ты его не имеешь права выгнать кто сказал пошел вон тебя кто там никто на этой секретарь на это не делал поэтому как-то уже там находи где-то ну отстраниться от службы я могу да его отстранить да ну временно но только за какое-то каноническое его а за каноническое какое-то там а нет я не хочу отстранять он там нужный человек или если там заметишь что в каком-то грехе смертном таком что он не может служить тогда может а так как ты его за что отстранить что у нас нет с ним лада поэтому я его отстраняю да 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 это может просто тебя патриарх сказать ах ты не находишь лада значит тогда давайте иди куда-нибудь ты может так рассудить да ну благодарю батюшка так я уже так я уже поступил и я мы мы найдем компромисс ищи компромисс я сегодня да сегодня как раз он служит и я вот хочу сказать это небольшой службы слово что нельзя разделяться по национальному признаку нигде этого ни в писании ни в канонах не написано нам наоборот нужна христос разделял разве это кто иудей или елен да 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 вот да да так место ему прочитай скажи брат посмотри вот это как ну него же так это ну когда больше я был в греции там храм храм больше выходцы эмигранты из россии отсюда да 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 ну и греки там очень тоже в этом ага слушайте к теню говорит одну и к теню говорит по-гречески другую значит на церковно-славянском да что-то и читаем я с ним служил он по-гречески евангелие прочитал я прочитал на славянском языке евангелие поют они больше на славянском ну и иногда какое-то песнопение на греческом община большая община все нормально отец григорий ведет но если там нету такого националиста то там это у нас да видишь там храмов много поэтому многие храмы там на греческом языке но у них как в одном городе пять синодов может там и старостильники новостильники там еще какие-то да это не очень хорошо да благодарю батюшек вообще мы служим и к тени все на грузинском идут и к тени и евангелие здесь все и на русском на грузинском читается да да значит а еще я хотел вот эти беседы которые мы проводим перед постом да вообще они очень положительные но они в основном относятся для значит для епископов для архиереев и для священников понимаешь вот я вот эти все что ты темы вот в прошлый раз сказал священнику да я все принимаю даже вот поэтому вызвался беседовать с тобой вот спросить совета да ну службу вести службу то ну доведите вы хоть на каком языке главное проповедь когда ты говоришь что-то там евангельское поискование объясняешь там разъясняешь говорить так чтобы люди поняли кто там больше грузин у нас понятно у нас есть человек который разъясняется который знает это у нас да да батюшка они они все все понимают мы даже диалог ведем вопросы задаем здесь да да грузины то которые там они же понимают русский язык то ну там много понимают больше половины понимают конечно понимают да говорю проповедь на русском языке да а слушать ты там уж это так важно на каком там языке полтора часа там на грузинском где на русском да да не заостряй на этом сильно да да ну да благодарю отец это я учту и мирно мы мы решим уже решили этот вопрос да да ну вот я сейчас насчет наших беседок да понимаешь здесь ну вот в основном тебя слушают конечно и священники все но много вот где ты был вот эти твои это миссионерское путешествие все эти люди да они вот прихожане и в основном вот это вот я послушал это первый ролик был где-то больше 500 человек здесь слушало вот тебя а здесь понимаешь в основном это миряне прихожане это простые люди которые понимаешь ходили за батюшкой а здесь они увидели кто как нужно ходить перед богом здесь поэтому первое здесь надо для них вот эта проповедь поэтому я тебе задал вопрос чтобы ты раскрыла тему значит вот падение адама и знание адама и знание адама здесь падение значит человек ну потом христос спаситель здесь да там закон христос спаситель и здесь вот покаяние принятие крещение вот так благовестие вот на таком уровне на твоем уровне с примерами житейскими да а потом уже обличить потому что обличая значит обличительная проповедь у тебя ну наверное здесь восемьдесят девяносто процентов составляет а благовестие вот ну я приблизительно да здесь вот на таком основании сделай как надо а это как не надо как вот у тебя вот это в книге Филофилакта Болгатского я все время читаю ее и там это смотрю ага вот и игла там да вот и это да не надо вот правильно да понимаешь но там вот значит в основном проповедь евангельская а потом идет пояснение значит вот здесь вот ну может допустим следующая будет неделя православие именно торжество православия здесь может так вот подготовиться подготовить эти тему ну говорит наша вера святая наша вера правильная что она выдержала все вот эти релисти там здесь монофизита вот у нас актуально значит здесь католиков здесь раскрыть там филиоклы значит индульгенции здесь может и не надо поднимать этот вопрос ну просто здесь рассказать о благую весть чтобы человек прочитал мог здесь и кто рожденный уже возрастал в возрасте духовном а кто открылся образ Христа вот здесь да а потом уже как не надо вот это православие здесь вот в чем выражается именно правильно здесь да как отступили отступление было вот в таком-то ну вот здесь вот это периоды отступления чтобы это было вот в течение часа это было вот такое благовестие ну вот отец что что я хотел сказать да здесь я уже закрываю двери когда я с тобой беседую в отдельной комнате чтобы они да не спорили со мною ну так мы дружно живем ну спасибо господи да да мне вот написали слушаем говорит Иоанна Златоуста ну у него минимум говорит 70 процентов это обличение это так написали да мне написали это да 70 процентов у Златоуста это определенно уже везде все проповеди это обличение дальше разъяснение где-то там 15 и наставление сегодня выступает патриарх обличение почти нету или там процента два остальное родина отечество и все-таки мирские слова ни по каким признакам нельзя сказать что это говорит церковный руководитель это мне уже дают люди чтобы единственное что мы находим только ваше выступление где полностью сходится со Златоустом такой же самый процент как у него вот сейчас возьми ну вот он такой там он не слушается у тебя и прочее тут все глубже намного даже он будет слушаться еще не изменится когда я был в Греции меня не спросили но мы были в Салуне в Салунике ну вот вы были там где видели ну как вот грехи вам как то они как мирские люди мы верующих то и не видели а они сразу все согласились какие они как себя ведут и прочее ну ни почем нельзя понять что это верующие едет на машине мусульманка сидит я сразу могу сказать это верующие как она идет как говорит как одета у ней все говорит о том что у ней есть смысл здесь ничего нету полураздетые стоятые о Боге там заговорил их не интересует почему да потому что все искажено у нас начинать надо раньше а как это сделать вот который у тебя там этот монах я его видел он все болтается качается и качается больной психически тяжело больной человек дело в том что откуда это пошло ну просто надо более тщательно исследовать я в годах иногда не могу соединить там что главное это центр нашей жизни это литургия 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 везде нигде нету ни одного слова в библии что литургия это главное вообще этого нету это поповская выдумка монашеская я вот открываю сейчас я тебе говорил об этом вот когда спрашивают как часто не часто надо причащать об этом спор идет у нас приезжал тут ты помнишь приезжал это миша этот михаил был у нас вот это фаст и вот златоуз говорит многие причащаются этой жертвы однажды во весь год другие дважды а иные несколько раз по счастью в году слова наши относятся ко всем не только к присутствующим здесь но и к находящимся в пустыне потому что те тоже причащаются однажды в год они редкой раз в два года что же кого нам одобрить те не которые причащаются однажды в год или тех которые часто или тем commissioned которые редко ни тех ни других не третьих но причащающихся чистой совестью чистым сердцем с безукоризненной жизнью такие пусть всегда приступают они такие не дожи причащаться один раз в году беседа я на златоуста на послание к евреям 17 беседа 4 пункт вот и все я вот сколько здесь общение имею по интернету бывает люди которые то причащаться причащаться я уже опасаюсь и знаю что мы расстанемся они бесноватые в полном смысле просто беснуются что это они готовы многие больны немало умирает за 47 лет один раз причастилась мария египетская она что не спасенная по все она откуда-то взяли центр жизни литургии она объединяет она стал бы стоят христос совершил литургию один раз один да не на каких-то щак сначала барашка покушали запили вином по еврейскую и в пасху справили а потом уже новозаветник на сегодня каплю воды проглотил уже все освещение бунтовать будет да таблетку больная съела он не будет причащать то выдумка все это и как отдельно давали сейчас все перепутали нам отвечать никак нельзя когда на нас наступает мы все исказили хотя я ничего не искажала я в этом нахожусь литургия для верных она и разделяется так разделяется я узнаю священники у него никого нет ни одного человека нет он мальчишку одного нанял там лет 13 матерится курит 13 лет и он уплатит деньги чтобы он колотил в колокол при пришли владимир потом епископа миринеем его сделает это да этот священник совершенно не знают бога у кого нету нету и даже кощегара нету батюшка сам но литургия не должна останавливаться не должна тогда пропал мир катастрофа начнутся вы откуда это все взяли то что другие каждый день чтобы у него литургии никого нету он литургию проворачивает и все он устал пришел домой поспал на мещерню идет никого нету храме бывает одна приходит за станет за столик продавать это какая-то вера то здесь даже мраком нельзя назвать мрак огустел говорит сгустел но его не всегда там будет и кто обратился никто литургия была в россии было что все господь подвел под вышку всех отправил на виселицу в гулаг смерть бутова а если мы проповедовали я вот батюшки сейчас хочу показать как мусульмане казнят христиан они пошли проповедовать их там набрали видео у тебя есть до видео ты мне адрес пошли видео но видишь надо просто понимать кто это копты это церковь настоящая да да я настоящие пастырь и настоящее рукоположение в иерусалиме был я видел их не служение какие они все какие они прекрасные стоят на коленях приготовлено там 20 с лишним человек на берегу средиземного моря и дальше показывает красная вода моря и все всех они режут и режут стоят молодые ребята все там будет 30 лет на рынке кому нету все одеты в одну форму и как они кинжалами режут пластают да 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 понятно да вот я хочу вот закончить эту мысль свою да вот когда здесь сказал я значит 80 процентов значит на благовестие что слушают люди они не знают христа а они видят что ты правильно говорить что они не поступают но все равно кто-то им должен сказать это здесь правильно златоуст уже имел конкретную аудиторию если так обличал а если вот так значит ты в эфир выходишь где уже все слушают и в основном это слушают которые и эти священники тоже или это мы тоже не знаем вот это благовестия вот это опыта как благорестовать поэтому здесь вот первую половину нужно обязательно вот посвятить как надо а потом как не надо ну вот все понимаешь как надо то не делается если бы мы были где-то в пустыне и стране так и знать надо они же ты должен рассказать им как надо а потом как не надо я об этом и говорю как надо я засчитываю канон чего ты взял что я говорю как не надо то я первую считаю канон ко мне люди отовсюду отовсюду приходят вот вы вас услышали я теперь не знаю как я была окрещена я считаю правила показываю об этом приговор приговор канон приговор а а здесь здесь нужно молоко значит вот а это уже твердая пища ну хорошо отец благодарю тебя пищи никакой нету это стоят бандиты в ряса до убийцы они никого не крестят потому что говорится кто не в три погружения до извержен будет но раз он не извержен поэтому он и безумствует потому что с него уже давно ничего нету хлеб хлеб насущные сначала надо дать а потом уже если бы здесь люди в церкви давать не надо хлеб насущен то ты маленько не так говоришь то да они которые в церкви в алтаре служат что я мы буду говорить о христе то я же не бептист те знают не знают они говорят и все они мне конкретно задают вопрос я отвечаю на вопросы людей которые ходят в храм им о христе не надо говорить они все знают у них библия есть они считают но таинства все искажены таинства искажены я об этом и отвечаю мне задан вопрос я ему буду говорить что о благовещении о рождестве христовом он это все знает всем по какой причине папы так поступают я отвечаю что они должны быть извергнуты но если их не извергли они все равно извержены перед богом то ну допустим блуде поп блудит блудит живет там со служанкой но его не извергли так он блудник или не блудник я спрашиваю это ну так вы кричите чтобы архиерей это запретил его я не могу говорить в это время о правителях я не могу говорить о погоде я задаю мне задали вопросы я отвечаю причина 1 он должен быть извержен выплюнуты у него нету не сана неблагодати ничего нету и поэтому так как он стоит теперь у него ничего нет у нее не страха божия ничего нет он безумствует безумствует теперь у них все силы брошен на то чтобы доказать что слюнями можно крестить песком о чем я буду говорить то когда мне вопрос про это задан то я на этот вызов их и отвечаю они безумствуют да да слушай отец ты я это все понимаю я никого не крещу без погружения и и без оглашения ты вот сейчас мне это говоришь здесь это ну понимаешь я это знаю уже на хорошо и исполняю поэтому здесь уже на вот эту тему я попросил на вот ну значит благодарю тебя за наставление не знаю даже то то что сказать понимаешь получилось твоя беседа как ма масло масляное я здесь это все время сделаю вот мы значит начинаешь об одном а потом тут переходишь на это крещение потом а что у тебя платочки да потом поясочек жиденький поясочек у тебя понимаешь я тебе скажу отец какое дело то ты маленькая бихоть вот в армии берут человеком апостол павел и говорит и так встаньте припаяшьтесь шлем спасение меч духовный он берет и разъяснять всю амуницию еще не знаю что тебя уже переодели тебя уже доставляет застегнуться ремень на тебе это ты еще ничего не знаешь еще учебный комбинат да как с тобой разговаривать сначала тебя нужно привести в общее а теперь дальше будут с тобой разговаривать подъемы учеба начнется дальше но сначала его переодевают ведут в баню старое сжигает новый надевают сказал что я не могу и ходить как у вас одеты тут понятно было но стремись к этому почему мусульмане так не рассуждает все ходили женщин всех до единой мы были в турции мы видели у вас там где бы только не увидели мусульман вот мы же прошли 6 республик здесь это другой народ другая нация другой менталитет другая культура они собраны они могут сегодня в москве полтора миллиона выставить у русских полторы тысячи не могут выставить никого а все православные у них дисциплина вот мы ходили на новый год здесь и мусульмане они кучкой отдельно он ничего не знает но он знает рождать надо если не по мусульмански он это знает русские этого не знают даже не знают ничего трусость и корысть везде что они так объединяются это такой демонический дух это такой бесовский дух который может объединить их на зло и и против бога против истины а как согласен так но если мы говорим ну кто сильнее этот кто то вас больше того кто в мире дух святой то больше сатаны как сатана объединяет а дух святой не объединяет но вы например посмотрели вот заходит я говорю там дуба и большой у них большая мечеть 20000 20000 ты вообрази что это такое и он зашел и никого нету смолой разговаривает горит а у вас как молятся он гортал чат горчи полчаса у нас на вас будет и сколько будет ну побудьте маленько посмотрите 20 минут прошло на масс молитва полная полная абсолютно мечеть и опять все уходят на работу пять раз в день собирают и об этом димитрий смирноп и говорит где вы у нас соберете 100 мужиков среди дня до одни бабы бабы у нас все неправильно искажено нет веры нет молитвы те которые устанавливали тургию то почему они сказали что обязательно не литургия а пятикратная молитва на масс почему мухаммад оказался мудрее христа да потому что литургию ты не христос нам наставил такую а монахи попы пять раз да это кто будет но вот он попал в плен ему выбора никакого нету принимаешь мусульманство или нет не принимает ему тут же башку отрезали тот принял теперь ему обрезание и мы учат и он прошло сколько пять лет и он по и решил своих повидать приехал сюда в россию и он здесь в россии никто за ним не следит и у него с собой дастархан и он выходит пять раз молиться солдат советский русский кто его научил там здесь ни одного нет я тебе повторяю ни одного на всю россию не найдете вот и все монашество куда-то спрятаться они в народе пойди библиотек сколько библиотек было россия дагестан это российская федерация мы идем на втором где сказали директор на лево глядим комната для намаза а сбоку написано для молитвы она закрыта мы зашли к директору и говорим а может там помолиться у вас он говорит какой вопрос от уже дал звонок на мое от перли от перли мы зашли туда мы разулись а как у них положено и все это мы засняли и там помолились да в какой ты библиотеке в россии найдешь комнату для молитвы но молитва это главное вы еще трясете попы вы не стучите литургия литургия а молитвы то нету литургия если молитвы то нету люди не приучены он пришел отстоял и ничего не знает что батюшка читал батюшка ходит фрам здесь и не знает что они там кричат люди налево-направо ходит у них ни один не шевелится я был в мещете да одни мужчины одни мужчины она меня провожает жена мулы я говорю это это да нельзя это там только мужчина она сразу раз зашла за машину там горит нас отделение она там меня ждала во дворе я зашел как они недружественно на меня посмотрели а я разулся носки рваные они в носках я решил тогда босиком зашел я стал кланяться у них посреди мечети стал молиться у них не было моления они просто кончилось моление то и там еще мужиков может 150 которые домой не пошли по стенкам так сидят там считают что-то рядом с ними ребятишки мужчины одни и вдруг я стал молиться посмотрел бы каким они меня взглядом обожгли когда я встал с колен с молитвы я лежу вокруг меня уже их толпа стоят и у нас такой разговор получился да это невозможно в россии невозможно ни в одном храме с литургией нигде тебя затолкут бабки костылями задолбят во время молитвы на молитвы у него сейчас нету сейчас намаза то нету и они не не уходят никуда почему выходной день пришли пятница пятничный намаз нам сравнивать с кем себя хуже нас никого нету отребия земли я про это и говорю самое главное если мы этого не поняли не вздрогнули ничего не надо все пустое и храмы не нужны и литургии не нужно ничего не нужно ну вот я пока душа не родится свыше да я думаю отец вот когда человек не знает христа и вот ему одеть вот так вот как здесь мы видим ваша община да то он этого не поймет а мусульмане нас понимают девочки мусульмане натолкнулись на наш сайт и другим говорят вот мы нашли наших мусульман они там а самиры и мы говори да это православные нет это наши в вагоне и к нам подходит а вот а вы не маджахеды вы не такие там это начинает а вы может тут приехали джихад делать где кемеровская область милиция нас останавливает мы похожи на них потому что мы собранные мы едем дорогой и останавливаемся семь раз мы едем торопимся восстанавливаем машину расстилаем палатку военные становимся и молимся рядом мусульмане мы молимся где это дело это мы не такие потому что мы не такие не таким путем пошли вот я тебе ну со своего маленького опыта вот когда мы начали нам передали это здание начали служить да начали проповедовать сюда и на уже все начали одевать платочки когда мы научили их понимаешь да а если там уже структура учебная создана что из детства приучают то конечно они уже вырастут устроиться уже там все вместе поэтому вот это структуру надо научить вот у нас даже кто без платочка приходит там есть там уголок лежат платочки она там одевает этот платочек она должна прийти с платком потому что она прихожанка у нас туда есть которые платочки для тех которые в первый раз пришли не знали порядка вот этом отец конкретно мы живем среди мусульман им не надо платочки там где они молятся она так ходит днем и ночью мы были во франции париж паре идут мусульманки мусульманки в париже идут одеты платья по полу одни глаза видно только мусульмане идут точно так же у них форма определенная у русских ничего нет ни здесь нигде нету папы не занимаются они только оправдывают говорю говорю я об этом говорю что их научили здесь вот когда мы начали учить они начали в платочках и все верующие все они ходят в платочках головными уборами вот надо учить вот это главное литургия при счастье будет на месте а так все фиксы да профанация во всем поэтому да ну вот смотрим как коптов сейчас через мгновение все будут зарезаны молодые крепкие ребята 30 лет видны никому еще нет адресы пошли этот пришли отец адрес ну куда послать то тебе нет но но вот на на этот здесь и на скальп и главное патриарх кирилл очень хорошая патриарх кирилл да вот очень хорошее послание написал это период сарабского здесь море какое окрашенную кровью на счастливый момент люди зашли на небо я закончила видел фото видел я просто не видел как это делали они в деталях ну ладно отходишь да да но благодарю с богом да да что там ну вот это следующее воскресенье мы торжество православия вот здесь расскажи о православной вере нашей а поражение православия не торжестве это обман нет такого праздника это поражение православия тогда но тогда два два заглавия торжество православия и отречение от православия это дело другое торжество там где люди знают христос по евангелию это скажи о православии и как не на как надо как не надо ну ладно отец отходи выключайся